В эфире «Глаз народа» ЯО, программа с автором, которая может стать каждый всего лишь с помощью смартфона и наблюдательности. Если вам нравится пить цветную водичку, а еще и мыться в ней, то вам определенно нужно переезжать в село Птичник на улицу Мирную. Здесь такая красота течет прямо из-под кранов, да еще и с завидной стабильностью. Вот такая вода с песком у нас пошла вечером почему-то и льется уже на протяжении, наверное, минут десяти. Путешествие до дома у жителей поселка Щукинка не обходится без приключений. По дороге можно и поскользнуться, и упасть, принять грязевые ванны и, возможно, утонуть, жалуется соавтор программы. Я иду, иду по обочине, а дальше я уже по обочине не могу, не могу пройти дальше по обочине. Вот это вот все на метров десять вот туда, даже метров двадцать все. Хорошо, когда мусор биологический. Он рано или поздно сгниет сам. Можно и не чесаться его убирать. Соавтор программы сообщил, что эти упавшие деревья и ветки никто не убирал в течение недели. Надеемся, что на сегодняшний день это недоразумение было устранено. Фото сделано на Бир-шоссе 2-й километр 5. Уважаемые владельцы торговых точек, следите внимательней за реализуемой продукцией. Как сообщил житель микрорайона Биробиджан-2, этот сыр уже 10 дней как должны были списать. Но он оказался в корзине покупателя. Судя по чеку, покупку совершили 30 августа, а срок годности товара истек еще 20-го. Дорогие предприниматели, не надо так. Это очень суровые коровы и даже пастись они предпочитают на кладбище. Двойственные ощущения. С одной стороны, трава везде одинаковая. А с другой, тут же покоятся чьи-то близкие и негоже здесь устраивать пастбище. Интересно, кто здесь следит за порядком. Ситуация могла быть стандартной, если бы эта улица не называлась Депутатской. Депутатской, Карл. В общепринятом представлении, эта улица должна быть как минимум заполнена виллами да лексусами. Но пока здесь только бассейн. И вот вся улица у нас вот такая. Объясните, как ребенок, 7 лет, да и не только взрослый, может пройти. Кому в школу, кому на работу. И так вот сделали наши улицы. Все бросили. Расковыряли. И уехали. Это видео соавтор сделал на трассе Кульдур-Биракан утром 3 сентября после прошедшего урагана. Мощь стихии впечатляющая. Победителем сегодняшнего выпуска признали автора видео, когда дороге пришел мандат. Счет его мобильного телефона пополнится на 100 рублей, напоминаем. Вы можете стать соавтором программы «Глаз народа Яо», просто прислав фото или видео на номер, указанный на экране, или разместив их в Инстаграм с хэштегом «Глаз народа Яо». Хотите, чтобы наша программа оплачивала вашу мобильную связь? Присылайте фото и видео с места событий, фиксируйте проблемные или курьезные ситуации на камеру гаджета, прикрепляйте комментарии, чеки из магазинов, станьте с автором программы «Глаз народа Яо». Авторы лучшего материала выпуска получают 100 рублей на счет мобильного телефона. Участвуйте в создании программы, смотрите нас каждый понедельник, среду и пятницу «Глаз народа Яо». Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова